Сегодня поговорим об обязанностях мужа в калмыцкой семье. Все обязанности следует выучить наизусть, их много, но здесь перечислены главные. Мужское тело грубое, и именно из этого вытекают его основные обязанности. Мужское тело позволяет преодолевать трудности, не замечать их, видеть цель в жизни и стремиться к ней. Самая главная обязанность мужчины – духовное воспитание семьи. Самосознание является высшей формой деятельности. Самосознание – стержень, выстраивающий всю жизнь мужчины и его близких. Мужчина – это защитник. Он берет на себя ответственность за всех членов семьи и во всех внешних отношениях он лидер. Мужчина – опора для женщины, а женщина – умиротворение для мужчины. Задача мужчины – увеличивать силу разума. Мужчина ставит цели и добивается их достижения. Ему принадлежат идеи, как жить правильно. Он серьезный. Мужчина должен терпеливо объяснять женщине, как вести себя в той или иной ситуации хоть сотню раз. Мужчина должен создать в семье благоприятную атмосферу для жизни, обеспечить жене возможность полноценно заниматься домом. Хозяйка в доме – женщина. Дом – защита для женщины. Мужчина в доме накапливает силы для внешней деятельности. Мужчина должен быть честным, проявлять уважение к женщине, не обсуждать ее с кем бы то ни было. Уважение проявляется в том, что жена красивее всех и жена самая лучшая. В результате мужчина получает вдохновление и силу от своей жены. Мужчина должен сильно уважать и слушать советы старших, устанавливать отношения с родителями жены. Мужчина должен воспитывать детей, являясь лидером в их воспитании. Если ребенку не воспитать хорошие качества характера, то плохие разовьются сами собой. Мужчина должен найти семья наставника. Решение семейных проблем – это не вопрос психологии, это целиком задача нравственности. Это воспитание хороших качеств характера. Мужчину слушают по-настоящему только в том случае, если он сам слушается наставника. Мужчина должен устанавливать семейные принципы поведения, проявлять серьезно. Мужчина должен понимать природу женщины, должен быть готовым к проявлению любого настроения женщины. Мужчина должен смотреть на любую женщину, как на мать – будущую или настоящую. Так мужчина способен контролировать свои чувства. Мужчина должен сохранять спокойствие, делать всегда вид, что все нормально. Стабилизировать эмоции. Мужчина должен найти себе деятельность и призвание в жизни. Мужчина больше должен думать о работе, чем о жене, иначе он превратится в ребенка. У него пропадет воля. Целеустремленный мужчина приносит домспособность радоваться жизни. С уважением, команда канала ЗАН Онлайн. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.